МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. А пока о воде. Накануне в Твери опять рвануло. Опять это магистральный водопровод. И опять вода из кранов то текла, то не текла. И это уже второй раз за неделю. Тенденция, однако. 2 мая в 10 часов вечера, когда тверетяне вздохнули свободно после недавней аварии на Тверецком водозаборе, плохую шутку повторили еще раз. Аналогичный первому прорыв трубы, пролегающую деревню Голосково, вновь лишил большинства горожан живительной влаги. Сразу после отключения воды сотрудники водоканала выехали на место аварии. При таких авариях очень важно разбить ее на два этапа. Первый этап это локализовать место утечки, чтобы прекратить излив воды в больших количествах. Сохранить ее в резервуарах чистой воды и обеспечить возможность подачи в город жителям. Значит с этой задачей мы справились ночью. В 3 часа ночи стали поднимать на водозаборе давление. С утра практически у всех жителей была вода в Твери. Единственная проблема это в том, что при снижении давления отключаются насосы подкачки на высотных домах. С утра в течение дня сегодня все предприятия-смежники эти насосы подключат. Значит вторая проблема это восстановить аварийный участок. Но это только временное решение проблемы. Учитывая, что общая изношенность сетей водоснабжения составляет 60-80%, нового прорыва труб можно ждать со дня на день. Сложность заключается еще и в том, что вода в город поступает только из Тверецкого водозабора. Другой альтернативы нет. Сегодня у нас в городе принята инвестиционная программа, которая направлена на решение проблем, связанных с мощностью, с надежностью водоснабжения, с качеством водоснабжения. К сожалению, все потребности города в надежности системы водоснабжения данная инвестпрограмма учесть не может. Она подразумевает наличие второго водоисточника в город. Эта возможность позволит нам без отключения проводить ремонтные работы. Есть и иной радикальный вариант – полная замена верхового водопровода во всем городе. Можно пару дней посидеть без воды, наверное, людям. Наверное, проще заменить все сразу. Но только на все сразу у нас, у жителей Твери, нет денег. Потому что тариф у нас ограничен в размере и в росте. Мы с вами просто сегодня не в состоянии платить те суммы, которые позволят заменить все сразу. На сегодняшний день задолженность населения и управляющих компаний перед водоканалом составляет порядка 200 миллионов рублей. Во всяком случае, именно такая сумма звучит. Но даже с учетом выплаты долга этих денег будет явно недостаточно. Инвестиционная программа, конечно, подразумевает модернизацию системы водоснабжения, но до 2015 года. А вот пора ли людям запасать питьевую воду или массово рыть колодцы, покажет время и оперативность сотрудников водоканала. И в этой связи вспоминается старая тверская шутка. Вот вскипятил стакан воды и теперь не знаю, чего хочется. То ли помыться, то ли пельмени сварить. Официальная хроника. На днях глава региона Андрей Шевелев напомнил властям на местах о том, что жить надо по средствам. И, во-вторых, надо выстраивать эффективную бюджетную политику, а не рисовать доходы на бумаге. Эти установки, как сообщает пресс-служба областного правительства, прозвучали на недавнем специальном семинаре глав муниципалитетов. Решить многие проблемы самостоятельно муниципалитетам зачастую объективно не под силу. В этом смысле финансовая поддержка районов со стороны правительств области только увеличивается. Но для муниципалитетов это не повод расслабляться. Настраиваем систему управления регионом на усиление помощи муниципалитетам. И вы, я думаю, это прочувствовали. Устранение проблем, которые не решались десятилетиями. Я очень вас прошу, чтобы вы не ждали, когда регион за вас все решит. Активней обозначали проблемы и выбирали сам, прежде всего, приоритеты. Сами для себя, а потом работали с регионом. От местных властей ждут повышения эффективности работы. И главное здесь – оптимизация расходов. Говорят в Министерстве по делам территориальных образований. Мы, кстати, маленький пример приведу. Маленькое муниципальное образование. И просто внутри начинается, где деньги есть. Посмотрели на клуб. Значит, 40% бюджета уходит на клуб. Значит, 40% клуб, 40% зарплата, 20% обставалось на деятельность сельского поселения. Отсюда и нехватка средств на решение наболевших проблем. По вопросам оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, профильным министерством с главами муниципалитетов был проведен целый ряд семинаров, консультаций. Как прозвучало на совещании, в большинстве муниципальных образований понимают необходимость пересмотра структуры управления. В Альцинском, Фирмском, Акзатинском, Западного, Натальянском, Статистском районах органов местного самоуправления уже работают в условиях экономии финансовых средств. Процесс оптимизации запущен в большинстве муниципальных образований. Одни муниципалитеты идут путем укрепления поселений, другие готовы передать полномочия администрации районного центра на уровень района. Где-то сокращают штат администрации, представительных органов власти. Высвобождающиеся средства останутся у вас. И если уж говорить об интересах жителей, то эти деньги позволят подойти к решению, не решить может быть, не в том количестве, но подойти к решению очень многих вопросов на уровне муниципалитетов и проблем граждан. Есть у муниципалитетов и возможность увеличить свои доходы. Так, изменение ставки земельного налога находится в их полномочиях. Правда, эта ставка в некоторых случаях, отметил советник губернатора Дмитрий Кругляков, необоснованно занижена, порой в десятки раз. Как прозвучало на совещании, ее снижение может быть оправдано, когда речь идет о землях, где развивается сельское хозяйство. Однако, по словам Дмитрия Круглякова, нередко одно с другим не связано. На совещании губернатор области еще раз обратил внимание глав районов на первоочередную задачу сегодняшнего дня – достойное проведение торжеств, посвященных Дню Победы. А также напомнил, что со стороны муниципалитетов должно быть повышенное внимание к ветеранам Великой Отечественной войны. И еще сообщение с правительства. Сегодня Андрей Шевелев вручал землякам государственные награды. Почетные грамоты получили ветераны Великой Отечественной войны Алексей Сергеевич Агафонов и Галина Михайловна Макеева. По инициативе Галины Михайловны в Твери создан единственный на всю страну клуб «Фронтовичка», объединяющий в себе женщин-участниц войны. Также были вручены почетные знаки «Слава матери». Государственные и региональные награды получили сегодня 32 наших земляка. Вновь к событиям в городе. Сегодня спецкомиссия администрации Твери и Городской думы вновь в который же раз инспектировала памятник, поставленный в честь знаменитого и легендарного экипажа Степана Горобца. Власти утверждают, что к 9 мая эпопея наконец завершится. В 11 дня около памятника экипажу Степана Горобца собрались представители городских властей, ветеранских организаций и журналисты. Пришел на встречу и сам автор монумента – народный художник России Евгений Антонов. Заметно было, что автор памятника сильно переживал за все случившееся. Сам мемориал возвели прошлой зимой. Открытие приурочили ко дню освобождения Калинина. Однако не прошло и полгода, как он начал разрушаться. Гранитные плиты отвалились от монумента. Причину городские власти углядели в некачественном выполнении работы, обязали автора и по совместительству подрядчиков все недоработки устранить. За свой счет скульптор начал реставрацию горе-памятника. Все работы он должен был завершить до 3 мая. Однако к положенному сроку Антонов не успел. И попросил городских властей об отсрочке до 9 мая. На сегодняшний день все недостатки не устранены. Но Евгений Андреевич, как вы слышали, обещает до 9 мая все устранить, навести порядок, чтобы, по крайней мере, нам не стыдно было смотреть по глазам ветеранов. Тверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. Ну и теперь о более приятном. В Твери вновь проходит спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские состязания». В соревнованиях приняли участие 4 команды семиклассников, победивших накануне в районных этапах. «Президентские состязания» – уже традиционный фестиваль спорта и здоровья. И с года в год все больше регионов страны принимают участие в этих соревнованиях. Верхневолжий борется за пальму первенства в 13-й раз. В среду на стадионе 50-й школы ребята состязались во многоборье. «Принимаю участие, может быть, добьюсь каких-нибудь результатов и спробую свои силы». Победитель городского этапа получит путевку на состязание регионального уровня. Традиционно они проходят в Осташкове. Но для этого юным спортсменам предстоит изрядно попотеть. «Сегодня у них тяжелый такой день. Они сегодня бегали 30 метров, в встречную эстафету бегали, прыгали в длину с места, брюшной пресс за 30 секунд, наклоны вперед в положении сидя. И силовая подготовка. У девочек отжимание, сгибание рук упора или лежа, а у мальчишек подтягивание на перекладине». «Еще давай! Давай еще! Давай! Бабушка!» «Давай двадцатку!» «Да!» В пятницу участников соревнований ждут веселые старты и турнир по мини-футболу. Имя команды-победителя будет известно уже в субботу, во время финала во Дворце творчества детей и молодежи. И еще об одном знаковом состязании. Хотя применительно к конкурсу русского народного танца имени Татьяны Устиновой подошло бы несколько другое определение. В Твери состоялся феерический перепляс. И неправы те, кто считает, что у традиционного русского танца нет будущего. В середине 80-х годов отмечено не только «Ласково маем», но и конкурсом русского народного танца, зародившегося в Твери. Автором идеи была легендарная Татьяна Устинова. В 99-м Татьяна Алексеевна не стала. И будто семейная традиция, фестиваль перешел под опеку дочери балетмейстера Лидии Устиновой. Сегодня это уже 13-й по счету конкурс. Кто бы мог подумать, что в 21-м веке народный танец не утратит своей популярности? Пока существует Россия, народный танец, русский танец был, будет. И я думаю, что тем более сейчас, когда, мне кажется, молодежь уже так насытилась всеми современными направлениями. И надо, конечно, быть благодарна хореографам и руководителям, которые с маленьких лет, с 5-7 лет начинают рассказывать о народном русском танце. Сегодня родители все чаще отдают детей разучивать барыню, а не брейк-данс. Наверное, поп-культура настолько приелась обществу, что пришла эпоха русского народного ренессанса. Дети сами, без указки взрослых, стремятся к традиционной хореографии. Всегда будут преобладать танцы народные, чем современные и эстрадные. Ну, так как, наверное, это наша традиция уже, потому что, то есть, уже и люди сами полюбили очень эти танцы, им больше нравятся народные, чем современные. И, то есть, взрослым людям больше как бы интереснее вот такого. На этот раз активно обсуждали идею присвоить фестиваль у статуса российского. В конкурсе приняли участие 28 танцевальных коллективов из Москвы и Тверской области. В рамках мероприятия прошел мастер-класс по русскому танцу. В Твери открылась художественная выставка «Исторические события», посвященная Отечественной войне 1812 года. Отечественная война уже давно в школьных учебниках, и сегодня современные дети представили свой взгляд на те события. Победы русской армии, быт солдат, Кутузов и Наполеон – вот основные темы детских работ. То, о чем юные художники читали или слышали, и то, как они себе представляют войну 1812 года. Окунуться в атмосферу той эпохи тверетяне смогут, посетив музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной. Выставка будет работать до 30 июня с 10 до 17 часов. На данной выставке представлены детские работы детских школ искусств из-за студий Твери и Тверской области. С Тверской области представлено 22 учебных заведения. Из Твери 6 учебных заведений. Всего было представлено на выставку более 350 работ. Отбирала работы компетентное жюри. И на выставку попало только 108 учебных работ. И в завершении программы – обещанные чудеса. В тщетных попытках удивить мир заморские инженеры придумали чудной автомобиль. В общем-то все просто – рама и четыре колеса. Но вот беда – автомобиль не умеет ездить. Он пока умеет только приседать. Чего-то ему все-таки не хватает. А вот это средство передвижения пока только в мультипликационном проекте. Так, скорее всего, будет выглядеть знаменитый «Харлей». Кстати, при ближайшем рассмотрении становится понятно, что такие вот «Харлеи» будут ездить по проспекту имени Калинина в районе Пролетарки. Вдалеке виден самолет. Это, без сомнения, Ил-76 заходит на посадку. Ну и еще забавные кадры. Судя по ним, иностранцы очень страдают от отсутствия бездорожья. Иначе зачем им было соваться в отечественные буераки и на свалки? Без комментариев. Судя по ним, иностранцы очень страдают. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь про наших. Пверские пенсионеры Марушины нашли новое применение лебедки. Изобретение до гениальности простоя. На одном конце поля ставится лебедка, на другом колесный плуг. Легким движением руки оператора барабан лебедки начинает наматывать трос. Также в обязанности оператора входит контроль за направлением движения лемеха. При этом главная задача водителя плуга крепко держать его в руках. Ну так, наверное. Ну везу куда-нибудь, ведь не весна. И не окучиваешь. Плуг, окучник и вот эта барана. Вот так вот. И нечего тут говорить, что за границей нам поможет. Сами с усами. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном.